На сибирской земле проживают около 120 разных народностей, среди которых есть потомственные казаки. Все они стремятся сохранить свои традиции и обычаи. В них заложено созидание, творчество и семейные ценности. Слово «казак» в переводе с тюркского означает «вольный человек». Это человек, который смелый, уверенный в себе, спокойный, умиротворенный. Он знает свое дело, любит защищать Родину. Он очень честный, он очень любит Родину, и он всегда заступает за всех. Воспитанники православного патриотического казачьего клуба имени Цесаревича Алексия стали почетными гостями мероприятия Центрального дворца культуры, посвященного казачьей культуре. Сегодня мы открыли большой цикл тематических мероприятий, которые будут проходить у нас во дворце в течение всего года на ежедневной основе. Подобные мероприятия способствуют правильному формированию духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения, а также воспитывают чувство патриотизма и любви к своей Родине. Детям рассказали о том, кто такие казаки, в чем заключаются их силы и казачья удаль. Школьники узнали об истории казачества, своих корнях, казачьей культуре и традициях. Казачья удаль не знала границ. В лихие наездники казаки часто устраивали джигитовки, в которых могли показать себя и свои боевые качества. Игры прошли в форме эстафеты. Ребята отгадывали тематические загадки, скакали на лошадях с саблями и даже плели казачьи косы. Они собирали урожай, рисовали портреты бравых воинов, а также наряжались в казачьи наряды. Роль жюри выполняли казаки из православного патриотического казачьего клуба имени Цесаревича Алексия. В нашем клубе есть, видите, как девочки, так и мальчики. Казаки в своей истории были не только мужчины, рядом с ними всегда стояла женщина. И когда в этом была нужда, она также вставала на защиту своей станицы, на защиту рубежей нашей России. Наш казачий клуб набирает людей, подростков от 10 до 15 лет. Нас учат военному делу, сборки автоматов, стрельбе, стрельба из лука. Мы уступаем с фланкировкой и шашкой по городам. Мы еще участвуем в всяких мероприятиях, рассказываем стихи, учим всякие сцены. Самым интересным и зрелищным моментом мероприятия для первоклассников стала демонстрация искусства фланкировки. Казачьи игры прошли на одном дыхании. Ребята показали, как можно слаженно работать в команде и быть целеустремленными в достижении поставленных целей.